Russian athletes said to remain neutral at track championships. Российским легкоатлетам грозит нейтральный статус на чемпионате мира. Или просто на чемпионате. Кстати говоря, если эту фразу перевести гуглом, то перевод будет такой, что российские атлеты намерены остаться нейтральными на чемпионате. Что в корне неверно. Комиссия расследующая. Это дело об употреблении допинга российскими легкоатлетами. Track and field, легкая атлетика. Unlikely скорее всего не успеет завершить вовремя свою работу тут в английском не очень понятная связка, по-русски лучше добавить от которой зависит смогут ли российские атлеты выступать compete под флагом своей страны на чемпионате мира стартующим менее чем через две недели в Катаре по словам человека знакомого с ситуацией The person was not authorized to speak publicly, but another championships without the Russian flag or anthem would be the latest embarrassment for the international sports power as it tries to regain its prominence after revelations in 2015 of a widespread state-sponsored performance-enhancing drug program вот такая вот мудреная фраза источник, пожелавший остаться анонимным как говорится или можно дать развернутый вариант этот человек не пожелал выступать публично поскольку не был на то авторизован однако отметим что очередной чемпионат без российского флага и гимна would be грозит например да и станет грозит обернуться можно сказать в вудьбе тот передается самый кондиционал до момент вероятности грозит обернуться the latest embarrassment там очередным конфузом слово конфуз напрашивается скажем новым витком конфуза для мировой спортивной державы power для мировой спортивной державы в ее попытках вернуть былое величие или былое влияние проминут чтобы не чтобы не переборщить с пафосом вернуть былое влияние после того как в 2015 году вскрылись revelations вскрылись факты существования масштабный widespread поддерживаемый государством программы применения препаратов драг улучшающих 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 спортивные показатели тут конечно классические примеры прямо как из учебника идущих друг за другом таких двойных эпитетов состоящих из двух частей white spread state sponsored performance enhancing и в русском конечно это надо как-то разносить разделять давайте еще раз прочитаю перевод этот человек не пожелал выступать публично поскольку не был на то уполномочен однако отметим что очередной чемпионат без российского флага и гимна грозит обернуться новым витком конфуза для мировой спортивной державы ее попытках вернуть себе былое влияние пошатнувшиеся после того как в 2015 году вскрылись факты о существовании масштабной поддерживаемой государством программы применения препаратов улучшающих спортивные показатели итак специальная комиссия международной ассоциации легкоатлетических федераций такой перевод устоявшийся в сколько их можно добавить и я поскольку тоже аббревиатуру берут калькой с английского языка это тоже такая традиция который там который поручено или которая работает который поручено скажем урегулировать дилем годы вот уже годы тянущийся скандал вокруг разоблачения российской государственной допинговой программы запятая да эта комиссия проведет заседание в конце месяца later this month за несколько дней до начала чемпионата мира the panel which could still change its mind has rejected Russia's efforts for its track and field federation eleven times тут можно добавить по-русски напомним чтобы была какая-то логическая связка потому что ну в английском есть артикль the в том числе напомним что до этого члены комиссии 11 раз отклоняли ходатайство со стороны россии о полном восстановлении статуса всероссийской федерации легкой атлетики то есть мы знаем что это называется всероссийская федерация легкой атлетики в английском тут интересно такое есть примечание часть предложения which could still change its mind то есть журналист ну как бы знает или предполагает что шансы на положительное решение все-таки есть ну в русском проще это вынести отдельной фразой тем более она все-таки имеет большую смысловую нагрузку не исключено что на этот раз комиссия все-таки решит пересмотреть свою позицию если планы hold for 12th rejection for the second time in 3 years Russian athletes at the world championships will be allowed to participate only under the cumbersome banner authorized neutral athlete special designation for what are expected to be dozens of individuals cleared by the IAAF ну такая на самом деле по смыслу не очень сложная фраза но в русском языке придется ее как-то разруливать переформулировать чтобы она звучала нормально если же IAAF так по-русски и пишем продолжат настаивать на ранее выбранном курсе так мы переводим одно английское слово слово to hold и отклонит ходатайство в двенадцатый раз или например вынесет двенадцатый отрицательный вердикт можно так сказать если у вас есть предложение как это перевести более лаконично более емко пишите обязательно в комментарии мне пришлось прям значительно увеличить текст перевода если же запятая то российским спортсменам во второй раз за три года придется участвовать в чемпионате мира под cumbersome но таким нелепым нелепым это слишком сильно под неудобным под странным ярлыком под странным флагом авторизованный нейтральный атлет в скобках лучше добавить по-английски она тут лучше поставить точку и вторую половину фразы разъяснить отдельно потому что и так у нас получается уже длинно такое обозначение иав присваивает каждому лицу ну признанному прошедшим процедуру допуска cleared и в скобах можно добавить всего их будет как ожидается несколько десятков да 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 как и в 2017 году эти атлеты будут соревноваться без флага своей страны и не услышат гимн россии если выигрывают золотую медаль если получат золотую медаль что ж коллеги на этом на сегодня все пишите ваше предложение о том как можно улучшить мой перевод делитесь видео с коллегами переводчиками желаю всем успехов процветания и отличных переводов всем пока